Доброго дня, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал Кузбасский Ковчег. С вами я, Дмитрий Ретих. Сегодня в программе. Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемирную. В День памяти преподобного Сергия Радонежского глава Кузбасской митрополии сослужил патриарху Кириллу на Божественной Литургии в Троице Сергиевой Лавре. Нравственные ценности и будущее человечества. В рубрике «Культура» мы расскажем о 19-х хаановских образовательных чтениях в Кузбассе. В Кемеровской тюрьме состоялся молебен о заключенных, их родных и сотрудниках Федеральной службы исполнения наказания. «Величай душе моя, причестный крест Господень». В рубрике «Без комментариев» вы увидите самые яркие моменты литургии в день празднования воздвижения Животворящего Креста Господня. Кузбасс, Крым, 2017. О том, как прошла первая духовно-патриотическая экспедиция православных следопытов, расскажем. 8 октября 2017 года, в день блаженной кончины преподобного Сергия Игумена Радонежского в Сея-России чудотворца, святейший патриарх московский в Сея-Руси Кирилл посетил Свято-Троицкую Сергиевую Лавру и совершил божественную литургию в Успенском соборе монастыря. Его святейшеству сослужило сон патриархов и митрополитов, среди которых находился и митрополит Кемеровский, и Прокопьевский Яристарх. Владыка является постриженником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а потому это событие для него особенно праздничное. Не спасли Духа Твоего, Святаго, на ны и на принадлежащие дары Сея. Господи, и жили Святаго Твоего Духа, в третий час апостолов Твоими спасла, Того плагиня отреби от нас, но обнови нас, молящийся ся. По окончании литургии святейший патриарх Кирилл на соборной площади Лавры совершил молебен перед чтимой иконой преподобного Сергия Радонежского. Его святейшеству сослужил собор иерархов, совершавших в этот день литургию во всех храмах обители. По окончании молебна святейший патриарх Кирилл с балкона патриарших покоев обратился к участникам торжества, архиереям, духовенству, монашествующим и мирянам с первосвятительским словом. Пример преподобного Сергия является примером для каждого из нас. Вне зависимости, монашествующий он или нет, священнослужитель или мирянин, если мы хотим, чтобы вера Христова распространялась, если мы действительно все с вами мечтаем о воссоздании Руси православной и святой, то сеять должны обильно. И архиереи, и священники, и миряне, монашествующие, никто не может уклониться от этого сеяния. И чем обильней будет сеяние наше, тем обильней будет урожай, тем больше людей воспримут весть о Христе Спасителе. Тем больше вера православная укоренится в сердцах наших людей. Стижав великую благодать Духа Святаго, преподобный Сергий сегодня продолжает делиться ей со всеми, кто с верой во Христа прибегает к его заступничеству. 12 октября в 19 раз в стенах Кемеровского епархиального управления пленарным заседанием открылись иоанновские образовательные чтения на тему «Нравственные ценности и будущее человечества». ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Открыл мероприятие митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. Он подвел итоги совместной деятельности епархии и системы образования. Наши усилия позволяют сохранять солидарность, согласие, мир, любовь в сердцах людей. Именно этому главное учит нас евангельское слово и православная церковь, которая говорит, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. И дай Бог, чтобы этот евангельский закон, закон Божий, всегда существовал в нашей стране, в нашем обществе, в наших семьях. Поскольку этот закон будет существовать, будет жить страна, будет развиваться держава российская, будет надежда на будущее. Также в качестве гостей на заседание выступили епископ Томокузнецкий и Таштагольский Владимир, и заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам образования, культуры и спорта Елена Алексеевна Пахун. Вы знаете, как много в нашей области уделяется вопросам нравственного воспитания человека. Какое внимание уделяет наш губернатор Аман Климирович Тулиев нашему подрастающему поколению? Нравственные ценности и будущее человечества, на мой взгляд, звучит достаточно серьезно и может послужить предметом обсуждения на научных симпозиках. Однако уверен, что в формате иоанновских чтений будет иметь практический характер. Хотелось бы привести слова патриарха Кирилла. Глубоко убежден, что национальная образовательная система не может устраняться от духовного и нравственного воспитания личности. Только сильные духом и чистые сердцем люди справятся с проблемами, стоящими перед современным миром. И не нужно бояться признаться себе и окружающим в том, что религиозная и нравственная мотивация накрепко взаимосвязаны для большой части людей в России и в мире. Конец цитаты. Отмечу также, что духовный мир человека невозможно уничтожить, но его можно извратить, подменить истинную веру ложной, перевернуть ценности, принизить идеалы. В связи с этим сегодня, как никогда, большое значение имеет духовно-нравственное просвещение. Среди почетных гостей форума заведующий сектором основ православной культуры Синодального отдела религиозного образования и китехизации диакон Герман Демидов. Он зачитал собравшимся приветствие от своего руководителя, митрополита Ростовского и Ночеркасского Меркурия. Дело образования и нравственного совершенствования – одно из самых сложных на Земле. Но это не должно нас ни смущать, ни останавливать. Напротив, это повод безотлагательно приступить к созиданию, упрочению, поиску внутренних резервов для построения будущего нашего и наших детей. Того, что принято называть нравственной основой человеческой жизни. Иоанновские чтения организуются и по архиме Кузбасской митрополии совместно с администрацией Кемеровской области. Департаментом образования и науки Кемеровской области, Кузбасским региональным институтом повышения квалификации и переподготовке работников образования, а также Кузбасской православной духовной семинарии. Кузбасским сестрам Милосердия были вручены архиерейские благодарственные письма, памятные медали в честь пятилетия епархии, а также грамоты и благодарственные письма Департамента образования области. После пленарного заседания участники чтений побывали в Музее истории православия на Земле Кузнецкой. Здесь праздничный чин. Можете посмотреть иконы. Форум продолжил работу на нескольких секционных площадках в епархиальном управлении и курсах повышения квалификации для работников образования. Сегодня очень большая работа проводится в области, и она уже выходит за рамки, скажем, тех людей, которые когда-то были включены в состав Совета. Вопросы воспитания и образования подрастающего поколения еще неоднократно будут подниматься на различных мероприятиях, которые будут проходить в рамках иоанновских чтений в течение октября-ноября 2017 года. Русская Православная Церковь регулярно проводит благотворительные акции, получившие название «День милосердия и сострадания ко всем в аузах и темницах находящимся». Акции, как правило, проводятся в праздник Покрова Богородицы 14 октября, а также в некоторые другие дни. Священнослужители служат праздничные молебны в тюремных храмах, обходят камеры пенитенциарных учреждений, общаются с заключенными. Начиная с 2015 года два раза в год на крестовозвижении и перед Покровом в учреждениях Федеральной службы исполнения наказания России проходит неделя молитвы. В ней принимают участие священнослужители основных мировых религий – православия, ислама и иудаизма. В наших семьях часто бывает, что один человек оступился, где-то в колонии побыл, потом возвращается домой, а к нему уже все как-то осмотрят, где-то на работу не берут, где-то не доверяют. Сегодняшний день мы молимся о том, чтобы те семьи, к которым мы потом выйдем, наши родственники, близкие, они как-то с терпением отнеслись, может быть, не помянули грехов, увидели, что вы действительно исправились, понесли какое-то и наказание за свои преступления, чтобы они к вам, как из чистого листа, снова начали новые строить отношения. Каждый день этой недели отец Глеб приезжает в одно из учреждений службы исполнения наказаний и служит молебен. О чем молятся заключенные во время таких молебнов? За родителей, за братьев, за сестров, за родственников. Обязательно, они не верующие так. Но как мне получается, так и молюсь. Утренних и вечерних молитв. Как ни странно, люди, оказавшиеся в таких тяжелых жизненных обстоятельствах, молятся не только о себе и своих близких, или о справедливости человеческого суда. Испытания, посланные им Господом, учат их нелегкому искусству любви к ближнему. Если бы так терпеть милость, если бы не завидеть, любви не превозносится, не гордится, не бесчистует, не ищет своей оси, не раздражается, ни мыслей зла, ни радуется, ни правде, ни раздражается, ни вся любит всему веру, и ем, и вся уповая, вся терпит. Более того, молятся они и о людях, охраняющих их, сотрудниках уголовно-исполнительной системы. Ну, кто-то приходит сюда сначала по интересу, а потом уже тоже, я думаю, остается. То есть, каких-то случайных людей здесь все-таки нет. Сорвений. С нашим настоятельным, я считаю, полноценный приход, конечно. То есть, может быть, это лезть какая-то, но я считаю, это именно так. Отец Глеб надеется, что его прихожане, освободившись из заключения, сохранят в своем сердце путь ко Господу, на который они встали, через страдания и покаяние. В дальнейшем, чтобы сюда, ну, если получит священник, он будет сюда приходить, кто нуждается, там помогать, вот так. Я давно хотел, лет 10-15 лет, с батюшками ходить сюда, вот, по тюрьму. Давно это было. И вот такое, чтобы было у меня. Такая жизнь состояла. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дождливые осенние, а затем и холодные зимние дни православным следопытам дружины Кемеровоград будет тепло от незабываемых воспоминаний о прошедшем лете. С 9 по 31 июля в Балаклавском районе Севастополя у побережья Черного моря прошла первая духовно-патриотическая экспедиция «Кузбасс-Крым-2017. Всегда готовы за Россию». Господь направляет нас в святые места Крыма, значимые для православного христианина и патриотические места, где наши дети могут возрасти и духовно, и как патриоты России. И посмотрели наши сибиряки на море, искупались в море, пожили здесь, помогли монастырю. И что вот сейчас мы и делаем, мечты сбываются. Участие в поездке приняли 35 кемеровских следопытов из отряда Святого Николая Чудотворца и Ксении Петербургской. К встрече с Крымом готовились заранее, изучали историю полуострова, военно-морского флота, храмов и монастырей. Последних, в частности, потому что в одном из них, в Свято-Георгиевском Балаклавском мужском монастыре на мысе Фиолент Севастополя, следопыты жили и исполняли послушание. Смена обстановки такая прям заметная. То у нас в походах мы там песни поем до ночи у костра, а здесь распорядок дня очень такой строгий. Пожив при храме имени Столу Георгия, при монастыре, поняли, что такое монастырь, что такое устав, как люди там должны одеваться. И уже делают даже это автоматически, что уже вошло в привычку, что у девочек должна быть длинная юбка, на голове должен быть платочек. Программа экспедиции была очень разнообразной. В течение всей поездки удалось посетить много храмов, монастырей, побывать в крестном ходе, посвященном семье Романовых, а еще принять участие в духовно-патриотическом фестивале «Небославян». Мы жутко опаздывали туда, у нас оставалось буквально две минуты, и когда мы прибежали, нас встречают его скауты, да, это те самые скауты из Кемерово. Мы, ну так, порепетировали чуть-чуть и спели, в общем, нам сказали «берем». Вначале мы искали песню о нашей организации для того, чтобы как-то рассказать о нас именно в этом городе. Волнуемся, надеемся, что все будет хорошо. Я думаю, что все было хорошо, все узнали, кто такие православные следопыты кемеровские, и мы оставили хорошее впечатление. Мы и спели хорошо, и поддерживали других хорошо, вот, встречали уже даже участников конкурса в общественном транспорте, все нас узнают, радуются, пожимают руки. Не обошлось и без развлекательной программы купания в Черном море, дельфинарии, аквапарк. Путешествия на поезде туда и обратно следопыты коротали, снимая телепрограммы, делая интересные доклады с презентациями о полуострове Крым, проводя викторийные концерты и соревнования. Такие насыщенные три недели позволили юным скаутам вдоволь насладиться летом и красотой полуострова, а также зарядиться энергией на целый год. Уважаемые телезрители, нам важно каждое ваше мнение, свои замечания или комментарии вы можете сообщать нам по телефону или адресу, которые вы видите на своих экранах. А на этом у меня все. Увидимся через неделю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА